И всем привет, ребят, с вами Старвак, я сегодня записываю новый ролик, сегодняшний видеоролик посвящен игровой тематике, и сегодня вместе с вами мы протестируем одно очень интересное сочетание и устройство, которое когда-то я уже тестировал, но с того момента прошло, наверное, уже больше года, может даже двух, и сегодня мы выкатим одну очень жесткую имбу, ну а если вам зайдет подобного рода формата видеоролик с нестандартными вооружениями, то проявите максимальную активность на данный видеоролик, и мы вместе с вами постараемся в ближайшее время что-то подобное записывать, ну и в комментариях пишите вооружение, которое вам было бы интересно посмотреть в рамках обзора на них. Ну и также не забывайте, конечно же, участвовать в розыгрыше на 3 миллионов писалов на 20 тысяч танкоинов, для этого настройка игры в аккаунте есть совсем личный такт, тактимпэ, дальше оформляйте покупку в магазине, ну и заполните форму, которая есть в описании. Что же касаемо нашего вооружения, то сегодня я бы хотел выкатить ВАСПА ТВИНСА, ВАСПА ТВИНСА и ТВИНСА не с каким-то там донатным устройством, а хотел бы взять тяжелого плазмометика. Просто вот такую вот интереснейшую комбиночку с ВАСПИКом, с подрываловой, супер торпедочку, единственное только по дрону, что мне взять, вот я не знаю, что мне лучше взять, либо взять ловкача, либо гипериона. Ну, наверное, давайте попробуем ловкача, чтобы у меня супер скорость еще дополнительная была. Ну и отправимся в матчмейкинг, пикаем быстрый бой, выбирать режим не будем, если в какую-то шляпу меня закинет, жесткую прям, где будет нереально реализовать свое вооружение, то тогда мы просто перепикнем катку, если будет нормальный бой, то попробуем эту комбинацию реализовать. Штурм за атаку на Йоркшире, ну, в принципе, наверное, неплохой вариант, попробуем что-то сделать, посмотрим, что у нас из этого получится. Флаги у нас пока еще не появились, попробуем запушить сразу вражеские респы. На нашей комбинации нужно играть агрессивно, и желательно играть не просто агрессивно, а играть в упор к противнику, чтобы максимально жестко реализовывать свою подрывалову, и чтобы противник улетал максимально жестко и быстро на респ. Честно говоря, тяжелый плазмометик, я уже тоже не реализовывал довольно длительный период времени, хотя, ну вот, по шарикам как будто бы должно прям залетать очень некисло, прям очень некисло должно залетать. Единственное, мне только желательно на фризовник опарываться, чтобы меня здесь так быстро и просто не набревали. Так, попробую сейчас заехать супер широко, попробую сделать такую прям заходочку, оку, под противника, бэм, торпеда летит прям очень жестко. И попробуем покидать чуть-чуть урончика, так аккуратненько, ух, 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 хорошенький. То есть от упора я могу наносить прям очень хороший урон, но под этот упор надо еще играть. Это такая темочка, что под него надо играть. Но в целом, ничего сложного в этом нету, когда у тебя есть такая комбиночка, подъехать к оппонентику, накидать ему шариков, еще и 700 урона есть. Вот шарик критический, бэм, выглядит прям очень интересно, если честно, такая торпедка. Давно я не катал на вас по твинсе, ну и пока что выглядит прям прикольно. Так, противник пытается от меня убежать, но здесь разрывать дистанцию нельзя вообще, то есть ты постоянно должен быть рядом с противником. И плюс у меня еще подрыв есть, то есть я еще могу подрывалову делать оппоненту за счет преимуществ. Ну и плюс есть бомбочка, еще можно бомбить. Вверху тоже накидывать, 90% у меня овердрайва как раз. Попробуем дождаться оверки, ставить бомбу прям в доставочку, на прощупочку. Оп, оп, и пошла движуха. Оп, аудишечка еще халявная. Три килла, четыре килла от бомбы, плюс на подрывалове дополнительный килл, итого 11 киллов. Ну просто идеальная реализация моего вооружения. Просто идеальная. Вот это я понимаю, вот это врыв, вот это развалочка. Тут грубо говоря можно вообще без пушки играть, если честно. Ты можешь подрывать противника на подъездах, можешь ставить бомбочки. Ну ладно, Твинс тут тоже нормально может понакидывать, если честно. От упора. Урончик прям выглядит очень неплохой. Очень неплохой, отлично. 900 скрита. 900 урона скрита, это при том раскладе, то что у меня нету никакого дополнительного там устройства. Ой, устройства, говорю, никого дополнительного урона у меня нету. То есть у меня был бы еще дополнительный урончик. Вообще было бы имбалюта. Было бы вообще... Посточайшая. О, накидочка прям очень плотная. Очень плотненькая накидочка. Еще от упорчика, даже если сам сливаюсь, от упорчика еще противнику дополнительного урона наношу. 320 очков, у меня 16 килов, ребят. 16 килов за 4 минуты боя. Это новая имба. Походу дело это новая имбища. Просто летишь в эту торпедочку, влетаешь в оппонента и начинаешь плотную набросочку. Опа, разборчик есть от пассажира. Так, здесь респаунчик противника, раскручиваемся. А, аптечечка, отлично. Противник вообще не понимает, что происходит. Какой-то киборг-убийца на него нападает. Раскручиваем еще одного. Тут противники даже припасы не прожимают. Отлично, это нас устраивает. Ага, еще неплохая накидка. Дополнительная по двум оппонентам. Так, ну, каудишечка. Ну, давайте пощупаем. Давайте тут пощупаем овер. На двоих нормально пойдет. 2 кила есть. Еще там какая-то дополнительная подрывала у вас работала. Неплохо, неплохо. Рабочая, ребяточки. 22 кила у меня уже. 22 кила. Блин, так ну, я тут 40 килов можно сделать. Тут можно сороковочку просто выбить с такой катки. Очень жестко. Это очень жестко. Он что-то прям залетает. Очень вкусный. Естественно, только мы доставки не делаем. Кирпштурмить теперь. 1269 урона с крита. Одного шарика критического 1269 урона. Офигеть. Что-то прям очень много урончика залетело. Но нам-то лучше. Когда такие котлетки залетают жестко. Так, попробуем сейчас еще разочек широко заехать. Сейчас погромче как раз ТУ стоит. И, наверное, подразобрать. Оп. Оп. Не, ну очень прикольная тема, если честно. Ты врываешь. Быстро сливаешь. Широко играешь. Ну, даже, может, такого... Такого пассажира, по идее, даже. Здесь какая еще. Оп. Скачаю, что и делаем. Развалочка. Тел просто за мной газует. Тел просто за мной газует. Оп. И еще подрывал его сверху. 26 килов. 7 минут до конца боя. Есть ли шанс у нас выиграть эту катку? Наверное, в теории есть. Нам надо как-то широко заехать. Чтобы прожать еще один овердрайв. Хочу поставить прямо в доставку, если честно, выверку. Сколько вечно оппонентов. И вообще без... Ставим. Ой-ой-ой. Противников. Только противничков. Господа, мои хорошенькие. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой-ой. Вкусненькая пошла. Пошла вкусненькая. БА! С КУАКа 4 киловочка. 4. 4 плюс подрывалово дополнительное. Плюс поджог по оппонентам. Ух, это жестко, ребяточки. Побольше бы мне овердрайвов. 40% оверки сразу у меня. То есть я только прожал, у меня 40% сразу еще от бомбочки. Блин, ну это шикарно. Это просто шикардосик. Это просто шикардосик. Чуть-чуть поднавалить контентичка. Так. И... Что-то сейчас оттуда мы еще, может быть, раскрутим. Кто-нибудь еще раскрутим. Ну тут... Тут уже можно подрываться. 32 килла 6 минут до конца боя. 6 минут до конца боя. То есть в теории я 50 килов могу на вас по твинсе дать. Это просто жесть. Ребяточки, вы просто представьте. Вот когда вы могли подумать, что вот такая комбинация может дать настолько огромнейшие цифры. Ну я думаю, что вы никогда бы об этом не подумали. Что вообще реально реализовать такую комбинацию так жестко. Я думаю, что вы, увидев начало этого видеоролика, подумали, ну ладно, сейчас чел 10 киллов сделает. 15 максимум. И все, у него вообще ничего не получится. А тут уже 30-ка, господа. Тут уже 30-ка и 5 минут до конца боя еще. Это выглядит очень сильно. Так, 90% овердрайва у меня. 90% овердрайва. Попробуем сейчас. Быстро доработать по проценту. Попробуем. Так. Пал. Все, у меня есть овердрайв. Что мне надо сделать? Сейчас быстро, жестко подворвать. Респаунчик. Попробуем сейчас проманку. Сейчас первую не проману, то. Придули вероятность, я бы полетел на респаун. Блин, ну как же много. Как же много урона. Так, еще одна бомбочка. Шикарная залетает под оппонента. Бам. Ну не сказать, что я тут много слил. Здесь только 2 килла. 40 киллов. Отлично. Ладно, я максимально жестко сопорчу своей команде. Если бы у меня команда бы играла под доставки. Я думаю, что здесь бы уже бы мы катку досрочно выиграли. Но вся проблема в том, что в штурме теперь за атаку невыгодно доставлять. 20 очков ты получаешь за доставку. Какой смысл получать 20 очков за доставку, если я за килл получаю столько же? Не знаю, честно говоря, чем это дело было делать вообще в принципе в таком ключе. Ну, наверное, в первую очередь это нерв тех типов, которые обузили очки. В штурме за атаку 20 очков теперь выглядят максимально, конечно, неинтересными. И в моем понимании проще просто выпушивать респы, уничтожать оппонента. И спокойнейшим образом зарабатывать большое количество очков дополнительных. У нас вообще тиммейты предпочитают просто встать на стенки и стоять стрелять. Даже никуда больше не двигаясь. Так, попробуем еще подворвать. 65% оверджайва у меня есть. Быстро оверку. Наколотить себе быстрый оверджайв. Отлично, под одного оппонентика. Спорчик сыграл. 45 киллов 3 минуты до конца. Если вы мне скажете, что этот твинс на этой комбинации ничего не решает, и я все киллы заработал от воспа-бомбы и от подрывника, то я вам скажу, что этот твинс даже без этих возможностей может давать очень хорошее количество урона. Вы сами это видите, что урончик прям залетает в моменте очень приятный. Так, есть возможность ставить бомбочку вверх. И там купол. И там купол. Пожешь пожить? Ставить, но противников нету. Это была, конечно, плохая бомбочка. Это была, к сожалению, плохая бомбочка. Я думал, что сейчас как раз противник под верх останется. Они все с этого верха поубегали. Так, здесь у вас по Викинга Гром. По Викинга Гром. Я еще даже резисты не менял. Я, грубо говоря, без реза играю. Можно было здесь еще резист одеть под оппонентом. Так, есть халявная бомба. Блин, нет халявной бомбы. Чтобы сейчас бомбочка бы сюда залетела бы. Очень прекрасно. По четверых оппонентиков. Так, но у меня как минимум еще один овердрайв будет. Еще одну оверку я реализовать успею. И одного овердрайва в целом, наверное, мне будет достаточно. Для того, чтобы здесь добить 50 килов. И, ну, я считаю, что не то, что сыграть просто катку, а показать прям нереально жесткую комбину. Я, честно, даже сам не мог подумать, что настолько хорошо получится. То, что там будет какая-нибудь тридцатка, я был уверен. Но то, что 50 килов. 50 килов за один бой я сделаю. Я, если честно, даже подумать не мог, что настолько жестко удастся все это дело реализовать. Так, попробуем стелсика сейчас дать. Попробуем проехать незаметно. Контрить противник. Это отлично. Моим пиво. Делаем вид, что я чисто братанчик их. Кто это? Оппонентик. Аккуратненько. Троих противничков набреваем. 70% овердрайва имеем. Четвертого набреваем. Здесь просто еще дополнительный урончик. Полторушечка сверху. 51 килл. 30 секунд до конца боя. Успеваю ли я еще один овердрайв прожать? Вот в чем вопрос. Ну, скорее да, чем нет. Вроде как по накоплению у меня есть вариантик. Реализацию здесь дать. Накидочка по шафту. Отлично. Резким шафта. 99. Сотка есть. Есть поуди плюс поуди. Здесь вот так. И есть. Ах, вот так. Не успел еще одну добавить. Не успел я еще одну бомбочку добавить сверху. Надо было сразу в полете нажимать. 1100 очков на вас по твинсе, господа. 1100 очков. 55 киллов за матчмейкинговую катку. 53, вернее. Я думал 55. Ну, что я могу сказать. Ну, это шикарная реализация. Это лютейшая темочка, которую успешно мы вместе с вами реализовали. Вот такую торпедочку в виде вас по твинса на 1080 очков и на 53 килла удалось реализовать в рамках матчмейкингового боя. Пишите, что вы думаете по этому поводу. Обязательно поддержите данный видос лайком. Подписывайтесь на канал, если вы еще вдруг не подписаны. У меня, друзья, на этом все. Всем спасибо за просмотр. Всем удачи. И всем пока.